Мясо Мясо, вот я скажу тоже, очень простое предложение, и которое, наверное, очень неприятно слышать, но это факт, но от фактов никуда не денешься. Мясо у нас внутри, в нашей внутренней среде превращается в гной. Элементарно. Вот вспомните гной, который в легких, который мы выплевываем, выкашливаем, отхаркиваем, высмаркиваем, и мясо. Это одно и то же. Это его конечный продукт в нашем организме. Почему? Я не знаю, хотите докажу, не хотите, не докажу, но я постараюсь все-таки кратко сказать, на языке биохимии опять же. Во-первых, начинается с чего? Мы его съели, мы его должны переварить. Можем ли? Нет, не можем. Потому что у нас в желудок для того, чтобы переварить мясо, нужна кислая следа, то есть желудочный сок. Но желудочный сок бывает менее кислый и более. Он бывает щелочной, более склонный, и бывает кислый, сильно кислый. Значит, в желудок все время должен выделять кислый желудочный сок. Это прямой путь к язве желудка. Ну ладно, ничего. Выделил, переварили мясо. А что там должно быть? Пепсин. Пепсин, знаете, его добавляют в молоко, чтобы сделать сыр. Да? Телячий пепсин из телячьего желудка. Но у нас он тоже есть. Без него никак, никуда. Первая ступень пищеварения мяса – это расщепление его пепсином в кислой среде. В щелочной среде это никак невозможно сделать. В кислой среде пепсин должен работать. Во-первых, не всегда достаточно кислая следа у нас в желудке. У людей с пониженной кислотностью она будет достаточная? Нет. И так далее, и так далее. Но если даже она достаточно кислая, и пепсин довольно хорошо вырабатывается, и мясо переваривается, оно переваривается все равно не полностью. В общем, в желудке оно… Что такое мясо? Мясо – это белок. Мы сами составим из белка. Вот это вы запомните, что мы из мяса. Кости – это пусть не мясо, но кости. Но состав – это тот же. Это белок. Это коллаген. Кости, хрящи – это коллаген. Волосы, ногти тоже. Сосуды, сосудистые стенки. Все остальное – это уже другой белок. Мышечный белок и так далее. Их несколько разновидностей белка. Но остается все время белок. Белком. Теперь смотрите, что такое белковая молекула. Белковая молекула – это она глобула. Она голографична. Это вот называется четвертичная структура. Потому что я нарисовала шарф. Она должна обязательно расщепиться и дать нам олигопептиды. В желудке это должно быть. Олигопептиды – это что значит? Это значит маленькие пептиды. А что значит пептид? Это цепочка аминокислот. Слово аминокислота знаете? Вот аминокислота. Вот напишу аминокислота. Вы тоже пишите. Не ленитесь писать. Потому что кому это надо? Надо врачам про аминокислоты? Не надо. Им надо про лекарства. Кислота. А что такое аминокислота? Это кирпичик белковой молекулы. То есть та единица, из которой кирпичик молекулы белка. Кирпичик белка. Ладно. Вот это самая аминокислота. Давайте выясним. Прямо войдем в самую структуру этой молекулы. Значит вообще она в живом организме, она не линейная. А конфигурация ее спиральная, если она живая. Если она мертвая, а где мертвая аминокислота? В обеде нашем. В обеде, да? То она цепочка. Вот как змея, да? Змея как-то мертвая бывает. Она вытягивается, да? А когда у Крылова есть басня про медведя и змея. Вот медведю не нравилось, что змея все время извивалась. Он говорит, чего ты извиваешься, извиваешься, извиваешься. Она говорит, он взял ее, трахнул камнем по голове. Все. Она вытянулась в струнку. Вот говорит, будь такой всегда прямой. А не извивайся. Будь такой прямой. Вот это прямая, мертвая структура аминокислоты. Аминокислоты. Но если она живая, я вам говорю, она спиралевидная. Теперь дальше. Аминокислоты, спирали аминокислот. Как они синтезируют белковую молекулу? Для того, чтобы синтезировать, нужна матрица, образец какой-то. Вот эта матрица называется ДНК. Дезокси, либо муклеиновая кислота. Ну что такое биохимический, вам сложно понять и не нужно. Ну, в общем, есть такая вещь, ДНК тоже вам знакомая вещь. Это матрица. Это на ней имеет тоже спираль. Это двойная спираль такая. Но на ней вот благодаря определенному сочетанию здесь молекул, на ней производится сборка аминокислот соответствующих. Как и что, мы не знаем. Это знает природа, это знает разум, это знает Бог, который вот нас создал и вот таким образом он синтезирует. Здесь имеет место сборка. Вот нанизываются эти аминокислоты только спиральные. Прямые они не дойдутся здесь. Они отбрасываются. Они должны нанизываться. Вот эти спиральки, спиральки, спиральки. И дальше они будут скручиваться уже. Скручиваются они в двойную цепь, потом в двойную, четверную. И потом они принимают, когда они достаточно разные, белки имеют разное количество аминокислот. Когда они наконец дошли определенной концентрации, они начинают сворачиваться в глобул. Уже не спираль линейная, а начинается вот такая, как улиточка, спираль. И вот получаем мы молекулу в глобулу. То есть это четвертичная структура белковой молекулы, голографичная. Вот представьте себе, она и в нас, она и в том говядине, в курице, и вообще в любом мясе. Вот это огромная, да, вес, если вес молекулы водорода равен единице, да? Атома, извиняюсь, атомный вес водорода единица. H. H2 будет 2, значит, 2 единицы. Это условная единица. То в этих же единицах, если выразить вес белковой молекулы, то это будет несколько миллионов. Вы представляете ее размеры? Сразу нас молекулы, ну, молекулы воды, скажем. Там 16 кислорода и 2 водорода, 18. Молекулярный вес воды, молекулы воды. А молекулярный вес белка, одной белковой молекулы, несколько миллионов. Так вот, эту, которую сваренную, белковую молекулу, мы должны обязательно расщепить, чтобы ее усвоить. Но наши возможности, поскольку мы не хищники, а физиологически созданные, опять же, творцом так, что мы этой возможности не имеем. В общем, ограничены наши возможности на этот счет. И потому, если мы съели, скажем, 100 грамм этого мяса, то мы 100 грамм этих молекул не сможем расщепить. А расщепим только 60 грамм. Это данные биохимиков. Уже классические данные русских, американских. Фолин есть такой классик биохимик. И так далее. И все они выяснили, что 40% белковых молекул, принятой нами пищей, всасываются в таком же неизмененном виде. Но имейте в виду, что они изменились уже в кастрюле. Их структура изменилась. Но если бы мы даже пояли сырое мясо, одичали бы совсем, то все равно эта белковая молекула сырого мяса, она не похожа на нашу белковую молекулу. Она совершенно другую структуру имеет. Корова, говядина одно, овца другое, там курица и прочая, и прочая, и рыба, все прочие виды животных имеют белковую молекулу, отличающуюся от белковой молекулы человека. Вы этому верите или нет? Это элементарно, да? Если бы это было не так, то мы были те же коровы и курицы. Значит, разница обязательно должна быть в структуре. Как внешней, так и каждой единицей составляющей нас, да? Так вот. А если это так? Если у нас мы съели, приняли внутрь в общем, или же, не дай Бог, вкаланную вену, что бывает при переливании крови, не той группы, не одногруппной крови, даже человеческую кровь же переливают от человека к человеку. Но если вдруг ошиблись и не одногруппную, то есть кровь другой группы, то там тоже молекулы имеют другую структуру. И они начинаются, иммунный конфликт, и может смерть наступить. И как, что за иммунный конфликт, расскажу. Теперь, так, мы поели. Вареное или даже сырое мясо. Одичали совсем, но хотя вон на севере едят же люди. Куда деваться в этих зонах заполянных? Вот. И это называется чужеродный животный белок. Теперь во всех учебниках биохимии, это классика. Хотя не знаю сейчас, какие они, я давно не заглядывала в современные учебники, но в своем время мы проходили такой классический учебник, с Баскова был. Что такое? Это мы едим чужеродный животный белок. Мясо это иначе не назовешь. Раз он чужеродный, то он, значит, не родной нам. А если он нам не родной, мы его не потерпим. Вот так же мы не потерпим чужака, который пришел, вторгся на нашу территорию и хочет разрушать наши дома и нас убивать. Мы как-то его ликвидируем. Выгоним, убьем, что-то сделаем. Так это не просто она чужеродная, а не похожая. Она еще стремится разрушить наши молекулы, потому что она чужеродная. Это ей не нравится, наша структура. А нашей не нравится она. Значит, этот белок, этот белочек, вот, он будет называться антиген. Антиген. Анти. Что-то он ген, ген. То есть он создает, генерирует что-то на себя анти. А что он может антигенерировать? Он генерирует антитела. Слышали такое слово? Слыхали? Значит, иммунная система быстренько сообразила, причем мы съели не одну молекулу, мы съели 100 грамм. А иногда мы съедаем и 400 грамм за один присест. А если мы в день несколько раз съедаем эти граммы, получается килограмм. Представьте, вот мы съели столько вот этого чужеродного животного белка. Из него, ну, в среднем возьмем, полкило, скажем. 40 процентов, это 250, немножко меньше, да, 230 грамм пусть будет. 230 грамм молекул, вот этих антигенов, всосалось через желудочно-кишечный тракт. Потому что, я вначале уже говорила, вот этого самого пепсина, этого фермента, который нужен для разрушения молекулы, она должна быть обязательно разрушена. Если она не будет разрушена, то она и сделает свое черное дело. Значит, у него недостаточно ферментативной возможности, чтобы все 100 грамм расщепить на такие вот обломки, которые уже недостаточно большие, и они не вызовут образования. То есть, они уже бессильные, да, там, обрубили человеку руки, ноги, хвост, и он уже не будет тебя убивать. Все, он уже не опасный. Но надо же этого добиться. А мы не можем. Мы не хищники, мы не собаки, не тигры и так далее. То есть, концентрация пепсина недостаточная. И 40 процентов, все эти несчастные, 40 процентов или 40 грамм, они проходят в таком же виде в кишечник, в 19-перстную кишку. А там уже все. В 19-перстной кишке нету кислой следы. Вот посмотрите, как интересно. В 19-перстной кишке следа щелочная. И дальше во всем кишечнике, может быть, нарисовать вам это? Насколько сумею, нарисую. Это стираем, заштаблена кислота, кирпичик, и ДНК. И вы поняли, что синтезируется такое в любом организме, животном и человеческом. То есть, животном тоже. Да? В растительном немножко иначе. Вот почему. Мы растения едим, и мы не получаем вот этого, антигенов. Мы не получаем аллергий. Мы не получаем образование антител от растительных белков. А от животных почему-то получаем. А это тоже белки, орехи тоже белки. Ничего. Значит, вот смотрите. Пищевод, пищевод, да? Пищевод, всем понятно. Здесь жопа, носоглудка, пищевод. А сзади него трахея, это воздухоносный, путь дальше легкий. Здесь мы говорим о пище. Пищевод, потом пошел желудок. Вот такой вот желудок, видели торты, такой средневековый. Потом, он, двенадцатиперстная кишка. Вот тут балгинева, не балгинева, тут, в общем, другая заслонка. И двенадцатиперстная кишка, она имеет такую форму подковой. Двенадцатиперстная кишка, это очень замечательная кишка. Назвайте двенадцатиперстная, потому что что-то двенадцать персток ее размер, двенадцать человеческих пальцев. Каждого человека, значит, соответственно, она двенадцати ширине, двенадцати пальцев. В нее открываются протоки печени. Вот здесь она, печень. Справа. Да, она немножко прикрывает, поджелудок так, и под ребром. Вот печень и проток открывается, и поджелудочные железы, которая находится, почему она называется поджелудочная? Пожалуйста, запомните это все. Значит, поджелудочная железа находится за желудком. За, понимаете? Вот она такая узенькая, и у нее есть головка, которая находится слева. И есть у нее, вот тут она головка поджелудочной железы, есть у нее хвост. Этот хвост находится тут уже, суженый такой. В общем, она такая длинненькая, типа ящерицы. Но она очень легкая, и она такая вот ячейстая. Ячейстая, такая легенькая ткань она. Весит она всего 70 грамм у взрослого человека. Но она нам для жизни очень нужна. Поджелудочная железа – ключ жизни. Она действительно ключ жизни. Она выделяет нам три вида ферментов, необходимый для переваривания основных компонентов пищи. Значит, она для того, чтобы расщепить все эти крахмалы, которые мы едим, каши, хлеб, картошку, прочее, прочее, она должна вызвать амилазу, что она и делает. Амилаза. От слова амилун, то есть крахмал амилун по латыни. Так, дальше. Расщеплять жиры можно? Нужно кто должен за это взяться? Поджелудочная железа. В желудке расщепляется только белок, имейте в виду, в кислой среде. А для работы всех этих ферментов нужна соответствующая следа тоже. Так тут следа должна быть щелочная. И проток поджелудочной железы открывается сюда, в двенадцатиперстную кишку. И потому отправлять белковые молекулы целиком, недопереваренные в двенадцатиперстную кишку, бесполезно. Но мы все-таки отправляем. И потому они такими молекулками дальше путешествуют по тонкому кишечнику. И что потом происходит в тонком кишечнике, я вам скажу. Значит, выделилась сюда амилаза, выделилась липаза. Липаза для пищеварения жиров. Да, эти длинные цепочки я вам показала. Липаза. А еще белки ж надо переварить. Да, переварить надо то, что расщепилось. То, что не расщепилось, не переварится. Я уже сказала, белковая молекула такая. Но олигопептиды, вот эти, ее обломки, надо дальше довести до аминокислот. Иначе они нам не годятся. Нам же нужны кирпичики, чтобы получить собственную молекулу. А из обломков мы не получим ее. Ладно, значит, третий белок, третий фермент для расщепления белка это трипсин. Трипсин. Я сейчас точно не скажу, сколько трипсина, это кристаллический фермент, когда он получается, да, из свиной обычно получается, трипсин из поджелудочной. Но сколько в сутки выделяется у нас, я точно не знаю. Ну, некоторое количество граммов. Для того, чтобы, в общем, синтезировать этот третий фермент, нужен огромный завод. Огромный завод нужен, химический. А у нас вот молюсинга поджелудочная, же за 70 грамм, она синтезирует этот третий фермент. Сколько вам надо? Съели килограмм мяса, значит, на килограмм. Два съели, два. Но если мы сильно звалопотребляем этим процессом, едим, 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 ну, каждый день шашлык и так далее, есть такие люди, ну, так и длост, пиф, пифштекс и так далее. Кстати, это и в Англии очень приняты, вот эти пифштексы и прочие, да, и шашлыки сейчас везде приняты. Ладно. Пусть не каждый день, пусть неделю раз, и того-то хватит. Что происходит, дорогие? Вы понимаете, жуткие вещи происходят. Поджелудочная же и за, ведь, понимаете, все в организме разумно, и каждый орган, и каждая клетка разумна. Значит, мы ее заставляем работать, она работает, работает. В конце концов, терпение у нее уже кончается. А если так, она выделит вам столько трепсина, выкинет, что пойдет в самопереваривание головки, некроз. Вот некроз поджелудочной железы, это вам смертельное явление. Все болезни поджелудочной железы связаны напрямую с пищей. Я же вам должна нарисовать еще тонкий кишечник, чтобы вы понимали, куда все это девается потом. И толстый. Так вот, тонкий кишечник, он так извивается вокруг пупка, змеей. Вот так идет, идет, идет. И потом здесь идет уже, переходит в толстый. А толстый кишечник, это начало его аппендикс, аппендикс, слепая кишка, аппендикс. Вот вам слепая кишка, она здесь, естественно, слепая. Слепая кишка, здесь аппендикс, который очень часто удаляется. Это нужная очень вещь. Это отросточек такой, но он не представляет собой, в общем-то, железу, которая выделяет ферменты для переваривания, поджелудочная не выделяет этих ферментов, для переваривания целлюлозы. То есть кожуры, фруктов, овощей, вот тоже яблоко, кожура, огурцы и прочее. И оболочки зерен, целлюлоза. Это тоже углевод, но довольно такой крепкий, более, там мало воды, концентрированные углеводы, такая структура его плотная. Вот эту плотную структуру, чтобы расщепить, нужны ферменты аппендикса. Аппендикса. Так что это очень нужная вещь. Если он на месте и достаточно работает, то хорошо расщепляется. Вся эта целлюлоза, принятая с пищей, она в пище очень нужна. Вот нельзя эту кожуру очищать, яблоко, огурцы и прочее. А груши, многие груши чистят, персики чистят. Это неправильно. Если она хорошо расщеплена, правильно достаточно, то в толстом кишечнике эти ее продукты расщепления становятся пищей для микробов, симбионтов наших. Микробов, симбионтов. И они расщепляя уже недопереваренные остатки целлюлозы, синтезируют для нас аминокислоты. Вот они как заменят нам отсутствие мяса в пище. Наши собственные, правильные, содружественные нам микроорганизмы. Кишечная палочка и ряд других. Но там же их очень мало, потому что там очень много гнилостных и бродильных. А почему? Я вам объясню. Ладно, теперь идет толстый кишечник. Посмотрите, какая опасность для нас стоится в толстом кишечнике. Амины в основном моноамины. В основном они ядовитые для организма. Они просто разрушают наши ткани. Это яды, это эндогенные яды. Яды. Вот эти амины, моноамины, то есть один амин. Они не цепочка амины. И такие же они активные, потому что они маленькие. Значит, если из гноя он получился, то он будет назваться путрисцин. А есть еще кадаверин. Это еще прелестнее. Если я вам переведу это слово, вам станет противно. Но придется перевести, потому что он у нас образуется. Кадавер по латыни труп. Значит, кадаверин это не сшойное, как трупный яд. Это натуральный трупный яд. Кадаверин. Однако, вы знаете, сколько у нас его в организме? Достаточно. У тех, кто мясо не ест, его мало, но он есть все-таки. Почему, скажу? Почему трупный яд должен быть в живом человеке? Потому что этот человек ест трупный материал, то есть мясо. Мясо гниет. Оно это мертвый труп все равно, как ни назови. Даже если он сырой, все равно. Мясо гниет. Я уже вам доказала, что оно гниет, не переводится до конца. Я еще не сказала про всасывание этих молекул. Но практически сказала, что они всасывались, получили антигены, на антигены, антителы. То есть мы получили аллергию. Вот это уже патология. Это то, что вам сегодня надо. Ваш хлеб насущный. Аллергия, аллергия. У ребенка аллергия. Почему аллергия? Потому что антиген это не мед, не цитрусовый, не морковь, и не земляника, которую запрещают кушать бедным этим больным детям. И даже беременным женщинам, чтобы у ребенка не было аллергии. Аллерген единственный. Аллерген, антиген, это мясо, мясная пища. Что мы получили? Мы получили то, что откуда? Откуда, когда берем? Сказали. Из мяса. Так? И ряд-ряд других ядовитых этих мануаминов разрушают наши собственные ткани. И так мы живем. А разрушая собственные ткани, что значит ткань разрушилась? Это значит, она умерла. Молекулы умерли, погибли. Если мертвый белок, то наши ткани, имейте ввиду, вот от этого гноя, гноя нет уже, но есть гнойные токсины, которые наш собственный белок разрушают, убивают. Эти погибшие белковые ткани, их много-много-много-много, они превращаются в гной и тоже копятся. Так этот, вот этот вот самый кадровийный протестин, они проникают всюду, кровью разносятся всюду. Костный мозг тоже снабжается той же кровью. Теперь, вы знаете, что кровь синтезируется в костном мозге. Если не знаете, то знайте. Кровь синтезируется в костном мозге трубчатых костей, длинных трубчатых костей, то есть руки, ноги, ну и грудина. Вот. И еще эритроциты печень синтезирует, а также селезенка, она их и разрушает, и синтезирует немножко, и печень тоже. Так вот, а лейкоциты, именно лейкоциты, то, что лейкоз дает, лимфоциты и прочее, они именно синтезируются в костном мозге. Поняли? Вы знаете, что такое костный мозг? Вы, наверное, его ели. Такой вкусненький. Вот жир прямо весь. Так вот, в нем проникают туда вот эти вот токсины, и что они там сделают? Этот костный мозг, который для нас синтезирует кровь, они его губят. Они превращают там его в гнальничок. один, другой, третий, в конце концов, терпение, так сказать, иссякает нашего организма. И он нашей иммунной системы. А иммунная система это наша соединительная ткань. То есть вся кроме мышцы, нервы и мозг, все остальное это соединительная ткань, это иммунная система. И железистые органы, кстати, они тоже несоединительная ткань. Вот тоже печень, поджимудочная и прочее. Это железы, да? А все остальное соединительная ткань. крови и прочее, кровотворные органы, кости, волосы. Так вот, она начинает реагировать. Так невозможно терпеть гнойники. В организме гной терпеть никто, невозможно это. Вы же потерпите у себя в комнате гной. Не потерпите, значит, его надо уничтожить. А как уничтожить? Иначе организм не может. Он должен создать клетки, которые его съедят. Вот они создают эти клетки. А эти клетки называются лейкоциты, лимфоциты. Бактериофаги, там макрофаги, фагоциты и прочее, прочее. Но вот эти лейкоциты, лимфоциты, они, значит, должны, выхода нету. Синтезируются в огромном количестве. Ну и синтезируются, выбрасываются в кровь, ясно, в периферическую кровь. Мы берем анализ, смотрим. А, ну а что делать? Смотрите, косный мозг, безобразное действие. Очень слишком количество лейкоцитов невозможное. Такое действие надо прекратить. Надо усмирить иммунную систему. Надо просто кнутом ее. Или как хотите. Но надо это дело прекратить. Надо, конечно, то гибельно. Ведь убивает же не лейкоциты убивают, убивает гной. А медицина почему-то не может это понять. Значит, мы дадим препарат, который остановит синтез лейкоцитов и лимфоцитов. Вы понимаете, что творится? Спасибо. Спасибо.